Радио Болтком Слушайте по пятницам на радио Болтком Авторскую программу Константина Рангса Климат-контроль Действительно, только что называется Открыть ящик Пандоры Всем доброго утра, здравствуйте Начинается программа Климат-контроль И ее ведущий с нами на прямой связи Морской геолог, журналист, пишущий о науке Ученый Константин Рангс Доброе утро, Константин Доброе всем утро Мы, в принципе, с приближением Действительно, лета Может быть, уже можем строить какие-то прогнозы Каким оно будет, потому что Мы видим о том, что перепады Совершенно какие-то странные температуры То внезапное тепло То резкие похолодания В России, по-моему, там были установлены Даже температурные рекорды тепла Не так давно И многие специалисты Опасаются, опять-таки Аномально жаркого лета Потому что мы все знаем Что всегда это вызывает Во-первых, очень тяжелое состояние Людей, которые тяжело переносят жару Это вызывает обострение Всевозможных хронических заболеваний Люди Особенно сейчас еще и К этому добавился COVID-19 И что Какой будет погода Погода Этим летом Нужно ли нам ждать Готовиться к каким-то аномальным Жарким дням Вот об этом мы сегодня Хотели поговорить с Константином Рангсом Ну, давайте, наверное, начнем с того Что действительно На минувшую неделю Вся минувшая неделя Для территории Восточной Европы Прохарактеризовалась Весьма экстремально Теплой температурой Теплой погодой Ну, вы посмотрите Вот у нас сообщалось Ну, почти неделю назад Что температура достигла В Латгале 19 градусов плюс Ну, уже считайте почти Что летняя температура Но это у нас Если двигаться дальше на восток То, например, в Воронежской Курской областях России Температура поднялась До 25-26 градусов И заметьте Это не какое-нибудь там Поволжье Северный Кавказ Или, допустим, как вот Полоса юг Украины Да Вот Ростовская область России Нет Это вот Что называется Прямо по нашей широте На восток Смоленская область И Естественно Что там Началось то Чего так опасались И что предсказывали Вот это очень важно Какие были погоды Предсказанные Была жара Было Не было никаких осадков И начались пожары Пожары Прямо скажем Рукотворные В основном Рукотворные пожары И связаны они С регулярным Выжиганием травы Но мы про это знаем Это то, что самое Происходит и у нас Это просто головная боль Такая Да Вот Всех пожарников Всех наших стран Соседних Да Вот И С этим непонятно Как бороться Люди на своих участках Жгут лишнюю траву Жгут листья Все, что угодно Жгут Потом этот огонь Выходит из-под контроля А в связи с тем Нету осадков Погода Жаркая Ну реально Жаркая Для этого времени Год Все высыхает И превращается В натуральный порох И вот эта вот ситуация Весьма опасна И надо сказать Что даже на ближайшее время Например Тот же МЧС России Который ведет Постоянный мониторинг И к слову сказать Если так Брать документы Читать Да Вот То можно обратить внимание Что Их предсказания Очень часто сбываются Ну в общем В основном Так вот Согласно их предсказаниям У нас ждет Очень сложная Вторая половина весны И не менее Сложное лето Вот теперь давайте По пунктам Что такое Сложная весна И что такое Сложное лето Это означает Что в общем Не очень трудно сказать Какое оно будет Вообще все Все время Но точно Есть расчеты Которые показывают Что скорее всего У нас может Задержаться Солнечная погода Во второй половине Апреля А вторая половина Апреля Здесь у нас Солнечная погода Это означает Что все будет Продолжать Высыхать И следовательно Можно уже Прямо сейчас У нас Здесь Говорить Нашим радиослушателям О том Что нужно быть Аккуратнее На своих Личных участках Потому что Вы сами увидите Что у вас Там все Что Как говорится Росло в прошлом году Старая трава Листья Они все Станут Срохнуть И В случае Любого пожара Распространения Огня Будет Чрезвычайно Быстрым Вот это Нужно Учитывать То есть Лучше всего Убрать Все Съездить Прибраться Взгрести Все это Куда-нибудь Да И Условно Говоря Есть Конечно Разные Способы Вот Например Есть Такой Способ Практичный Например Если Вы Собрали Большую Кучу Сухих Листьев Закройте Ее Презентом И Подождите Когда Пройдет Большой Сильный Дождь Первый Потом Вы Снимете Презент Листья Останутся Сухие И Вы Сожгете Эти Сухие Листья Но Вокруг Все Будет Мокрое Вот Такой Прием Примитивно Ничего Принципиально Особого Нет Но Тоже Один Из Вариантов Уменьшения Шансов Пожара Потому Что Те же Как Сейчас Были 350 Гектаров Сгорело В Воронежской Области В 700 Метрах Меньше Остановили От Областной Больницы Фронт Огня Ведь Там Никто Не Собирался Сжигать Свои Дома Сколько Там Домов Погорел Нет Просто Решили На своем Участочке Взять Старую Траву Поджечь И Вроде Бы Ветер Дул От Домов К лесу Но Он Почему-то Через 30 минут Взял И Развернулся На 180 Градусов И Стал Дуть К домам И Дальше Уже Было Невозможно Все Это Остановить И Таких Примеров Не С числа И Кстати У Нас Тоже И Сколько Раз Разговорили Мы Все Рассказывали И Просили И Передавали Заклинания Пожарно-спасательной Службы Нашей Старой О том Что Ну Не Жгите Траву По весне Особенно Когда Весна Вот Такая Сухая И В известной Мере Жаркая Это Первая Сторона Первый Приход Жары Второй Приход Жары Ожидается Во второй Половине Июля И в августе Мало Того Есть Даже Предсказания МЧС В отношении МЧС России В отношении Соседних С нами Областей Например Псковской Где Тоже Ожидается Жара Но Если Псковской Области Будет Жара И засуха То Естественно Что И В Витземе И В Ландгове Она Тоже Будет Это Уж Как Пить Дать И Вот Что Очень Тоже Важно И Речь О том Что Я думаю И латвийские Специалисты Которые Пожарно-спасательные Службы Тоже Они знают Собирают Эти данные Что В принципе В это время Тоже Будет Сильная Пожароопасная Ситуация С одной 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 Будет Тепло Очевидно Это Будет Способствовать Борьбе С ковидом Потому Что Уже Известно Что Ковид Сам по себе Вирус Мало Того Что Он ультрафиолет Совершенно Не Переносит Вот А Ясная Погода Значит Ковид Тяжелее На свежем Воздухе Плавать Ковид Разрушается Разрушаются Эти молекулы Если они Не находятся В водной Среде То есть На микрокапельках Наших Да Выделяются С дыханием Или при разговоре В погоду Жаркую Сухую Эти капельки Разрушаются Высыхают И вместе с ними Разрушаются И вирусы Ковида Вот То есть Вроде бы Как бы Это хорошо А с другой Стороны Что плохо Во-первых Как вы говорили Олег Сначала Это проблемы Для сердечников Это как пить Да Проблемы Для почечников Проблемы Для людей У которых Проблемы Со свертывостью Крови Потому что Когда очень жарко Человек Испаряет влагу У него кровь Становится Более Пустой Естественно Более склонной Застаиваться И Тромбообразование Растет Поэтому Да Такие Жаркие погоды Они В общем-то Кому-то Хороши Например Для сердечников У кого сердечно-сосудистые заболевания Им становится хуже Опять же Да Я просто Хочу напомнить Нашим слушателям Что телефоны В студии 6212-93-9 6213-93-9 И можно писать нам На WhatsApp 2306191 Константин Рангс Морской геолог Ученый Журналист Пишущий о науке Рассказывает О прогнозах На это лето О температурных прогнозах И вот Пожалуйста Да Мы продолжаем Ну да И хотелось бы сказать Что как раз Вот между Концом Начала Мая Между Концом Апреля Начала Мая И вот этим Волной Жары Будет Период Вторая Половина Мая Ну это естественно Черемуховая Холода Ну потом И в июне Периоды похолодания Это тоже как бы известно Дождь на лига Скорее всего Но тем не менее Возможны нырки температуру Вот эти вот нырки С похолоданиями Они тоже возможны Надо сказать Что вообще Все плохо Когда резко Что-то меняется Это вообще плохо Для здоровья человека Но тем не менее С другой стороны Тогда опасность Пожаров Она естественно В дождливую погоду Уменьшается Что хотелось бы отметить Что ведь Ни одними пожарами И ни одной жарой Вот такие вот Изменения погодные Опасны Что сейчас мы наблюдаем Сейчас мы наблюдаем Что из-за резкого Роста температур Стабильных температур Резко активизировались Клещи Вот уже Ничего не скажешь Действительно Процесс пошел Клещей становится Все больше и больше Все больше людей Скажем Сигнализируют Пишут И в соцсетях И обращаются В соответствующие Медицинские службы С тем Что их укусил Клещ Опять же Созникает Следующий вопрос Если бы сейчас Не было ковида То тогда бы Все бы говорили О том Что пора Заняться массовой Вакцинацией От клещевого Энцефалита А сейчас Извините меня Выстекает вопрос О том Что если я Так скажем Вакцинировался От ковида Можно ли мне Вакцинироваться От клещевого Энцефалита И кто На это Сможет ответить Потому что Такое сочетание Вакцинирования Произошло Впервые В истории То есть Тот кто сейчас Пойдет Вакцинировавшись От ковида А потом пойдет Вакцинироваться От Клещевого Энцефалита Клещевого Энцефалита Он конечно Будет героем Потому что Он пойдет В область Неизвестного Но никто Раньше Этого не делал Не было Потому что Даже год назад Прививок От Ковид-19 От других Вирусов Были А от Ковид-19 Не было Поэтому Это очень Интересный Вопрос С другой Стороны Можно сказать Что сейчас Именно по этой Причине Стоит внимательнее Относиться К походам В лес И не только Потому что Вы там можете Случайно Что-то поджечь А еще Потому что Вы можете Подхватить Этого самого Клеща Беда-то А ведь еще В чем Заключается Если бы Один Был бы Клещевой Энцефалит То тогда Вопрос Бы так Или иначе Крутился Вокруг Прививки Но дело Все в том Что например От того же Борелиоза Болезни Лайма Как известно Прививки Нет А как Может Совпадать Вот этот Самый Борелиоз И что Будет С организмом Как Перенесет Организм Одовременная Болезнь Лайма И если Человек Столкнется С вирусом Ковид 19 Тоже Никто Не знает Но есть Еще Одна Как говорится Неприятность Дело Все в том Что в связи С изменением Климата Оно Реально Во первых У нас Появились Другие Клещи Так называемые Клещи Степные Они более Крупные И они бегают Вот что В отличие от Лесного клеща Эти клещи Бегают Очень довольно быстро Крупные Такие Они несут Другие Заболевания Которых Раньше Мы не видели Они с юга Пришли к нам Да Они с юга Пришли И они Последние 10 лет Устерно Из центральной Европы Движутся Все на север На север На север Сейчас Например Уже возникает Подозрение Они в скорости Перепрыгнут Через финский залив Ну с чем-то Например На одежде Людей С грузами С товарами И начнут Размножаться Дальше Потому что Нету Таких Зим И вот Эта зима Которая Прошла Сейчас Это Них не Остановит Нужно Чтобы был Долгий Период Морозов Сухих Морозов Когда нету Снега Когда земля Промерзает На большую Глубину И потом Уже Ложит Снег Вот Эта Классическая Зима Сначала Каменеет А потом Выпадает Снег Вот Она Эта Такая Зима Способствовала Всегда Сокращение Уменьшение Популяции Клещей Им Очень Нужна Тупая Сырая Почва А когда У нас Что называется На теплую Относительно Почву Выпадает Много Снега То Таким Таким Возникает Из-за опасности Со своим Семейным Врачом Который Знает Чем Вы Болеете И По крайней Мере Иметь Анализы Сделать И Фактически Уже Не самому Решать Как говорится Вот Я пойду Сейчас И привьюсь Да Чтобы Решал Вам Именно В прививочном Кабинете Тем более Коммерческом А если Допустим Вам это Скажет Специалист Потому что Действительно Сейчас Просто так Начитаться Литературы Того же Самого Интернета Да И потом Принимать Решение Совершенно Невозможно Это можно Сделать Только Никаких Гарантий И шансы Будут Весьма Плачевны Что еще Хотелось Бы сказать Что Как раз С другой Стороны Сейчас Мы уже Стали Гораздо Более За минувший Год Более Аккуратными И Поэтому Например Я думаю Сейчас Рекомендация Правильно Одеваться При походе В лес Она Уже Никого Особенно Не Удивит Нас Уже Приучили Что Нам Нужно Одеть Перчатки Нам Нужно Одеть Маски Так Вот Сейчас Разговор Такой Что Идеальный Вариант Для Хождения В лес Это Одеть Медицинский Костюм Белый Который Работают В красных Зонах Кстати Очень важный Момент Ведь На белом Костюме Вообще На любой Белой Одежде Гораздо Легче Увидеть Клеща Чем Если Вы Будете Одеты В Какую-нибудь Пестренькую Одежду Защитного Цвета Вы На самом деле Не Десантник Который Там Собирается Прятаться В зарослях И Выслеживать Противника Ваша Задача Грибы Ягоды Собирать Так еще Лучше Если Вас Будут Видеть Издалека Так вот Я про что И говорю Например Я так Думаю Что такие Костюмы Сейчас Были бы Самым Лучшим Вариантом Отправиться В лес С одной Стороны Вам Тогда Как бы Вы можете Изолироваться От этих Самых Клещей Если Они На вас Будут То Вы Их Легко Сбросите Сможете Скинуть Просто С этой Одежды А потом Просто Выйти Из своего Костюма Очистить Его И использовать В следующий Раз В этом Есть Нужда Какая Перчатки Имеется Ввиду Какие-то Одноразовые Резиновые Или Перчатки А вот Как раз Перчатки Может быть И не Нужны Потому что Клеща На руках Вы все Равно Увидите Если Он На руку Попадет И легко Он же Не сразу Присасывается Его сбросить Можно А вот На все Тело И на Ноги Как раз Что-то Типа Такого Костюма Надо Сказать Что Вообще В силу Своей Геологической Работы Я же Помню Как мы Использовали Так называемые Противоэнцефалитные Костюмы И у нас Были Очень Строгие Правила Как Эти Костюмы Одевать Так называемые Энцефалитки Для них Что было Характерно Что там Все Укладывалось Заправлялось Сверху Вниз То есть То есть На наших Брюках Были Этих самых На рубашках Были Специальные Складки Идея Была Следующая Клещ Ползет Снизу Вверх Вниз Он Ползти Не может Это его Как бы Генетически Он так Запрограммировал Он вверх Ползти Да И таким Образом Если он Сползает Сапог На штаны То в районе Колена Он попадает В складку Из ткани И дальше Он уже Из этой ловушки Вылезти Никак не может Поэтому Условно говоря Через какое-то Время Вам достаточно Отвернуть Вверх Вот эту Самую Складку И полить Этих Паразитов Либо Дет Его Как мы Делали Либо Просто Собрать И выкинуть В огонь И опять Отвернуть Складку Вниз То же самое Вы Свою Рубаху Заправляете В штаны Все На резинках На плотных Этот Если проскочил Вот этот Самый Клещ То он будет Двигаться Выше Выше На уровне Груди Примерно Тоже Находилась Такая же Самая Прошитая Складка И туда Мог этот Клещ Попасть Мало Того Мы еще Одевали Капюшон Потому что Нужно было Бороться Защищаться От гнуса Вот Слава богу У нас тут Его нету Практически Одевался Вот этот Самый Накомарник И вот В таком Вот Так скажем Запечатанном Состоянии Нужно было Ходить А была Зачастую Даже на севере Жара И человек Превращался Конечно В абсолютно Мокрое Такое Существо Но тем не менее Это была Реальная Защита От Энцефалитных Энцефалитных Клеща И гнуса Потому что Вакцинации Массовой Не было Вот Так что я хочу Сказать Что Тоже нужно Учитывать Что вот такая Погода Конечно Когда вы гуляете По берегу Моря Или вот По этим Настилам Хорошо что у нас Вот делают Эти дорожки Так и хочется Сказать Товарищи Господа Товарищи Гуляйте По дорожкам Которые Для вас Сделали Имеется Ввиду Вот эти Межатаки Которые Из дерева Вот эти Межатаки Не просто Их сделали С одной стороны Вы никакого Там лишнего Цветочка Эндемического Не задавите Да А с другой Стороны Для вашего Жа здоровья Безопаснее То есть Если вы не Сборщик Ягод и Грибов Если для вас Это не является Ключевым делом Вы просто Хотите Погулять То лучше Ходите Вот по этим Межатак Вот действительно Спокойнее Будет Самое главное Что кто Самый уязвимый В этой ситуации Это дети Которые Как известно Что им не говоря Они все равно Куда-нибудь Залезут Да В какие-нибудь Кусты Или высокую Траву Или это Люди пожилые Которые Видят Это плохо Вот Поэтому и тех И других Нужно беречь Вот Что старый Что малый И если уж Собрались Куда-то идти То идти По нормальной Дороге Либо вон По пляжу Гулять Можно Слава богу Там пока Никто не бегает Не прыгает Вот такая У нас Складывается Перспектива Погодная Ну что же Конечно Вероятность Прогноза И мы уже Говорили об этом Она где-то Сейчас Около Говорят так Около 60-65 Процентов Да То есть Не очень Большая Вероятность Но все Равно Это Отличие От Будет Или Нет Надо Сказать Что в Зависимости От того Как разовьется Ситуация В начале Мая Резко Повысится Вероятность Прогноза На Лето Потому что Тогда Станет Ясно По Какому Сценарию Развиваются Климатические Погодные Процессы Конечно Может быть Очень много Интересного Например Если Европейская Система Коперникус Обнаружила Что если Например Январь Был практически Повсеместно Теплый Кроме Некоторых Районов Канады То Например Февраль Отличался С одной стороны В Канаде Высокой Как раз Аномальной Положительной Температурой А вот Например От Сибири До Европы До центральной Части Европы Это были Аномальные Холода И мы помним Февраль Был холодненький Для нас Минь Да Вот Но вот Как дальше Будет развиваться Ситуация Сейчас не ясно Потому что Вот это вот Скаки-качери То холодно То жарко Они все равно Присутствуют И еще один Важный момент Вот смотрите Сегодня Был расчетный Дождь Вот должен был Быть дождь По прогнозам Да Дождя мы сейчас Не наблюдаем Сейчас солнечная Погода И если даже Что-то и капнет Где-нибудь То это будет Весьма локально Вспомните Когда шел Последний ливень Ну или допустим Это было в прошлом году Да Снегопады Были тоже Довольно-таки Давно Ну обильные Снегопады То есть Сейчас Действительно Мы находимся В состоянии Такой Довольно-таки Сухой Погоды И это Уже Не первую Не вторую И даже Не третью Вот Вот Когда-то Нужно по идее Закончится Но чем Это закончится Пока что Неизвестно Так что Стараемся Стараемся Не поджигать Сухие листья Сухую траву Вести себя Осторожно Учитывая Активность Клещей И понимая Что прививки От клещевого Энцефалита Пока вот Как-то Могут конфликтовать С вакцинацией От ковида Спасибо большое За предупреждение Константин Рангс Сегодня был с нами На прямой связи Журналист Пишущий о науке Морской геолог Спасибо большое И до следующей программы Всего доброго И будьте здоровы